Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Холодно даже в куртке. Со стекол авто скребут измороз. Северная примета начала топительного сезона в домах. Куда звонить, если в квартире холодно? Самое время витаминизироваться. Совсем ли полезен регулярный прием витаминов? И почему эксперты говорят, что после 35 лет гарантия на организм заканчивается? Теперь летят на ракете. Почему новая трасса в Алтайском крае так важна для всех дрифтеров Сибири? В Барнауле с сегодняшнего дня официально стартовал топительный сезон. Тепло постепенно начнут подавать и в жилые дома. Но если батареи гаража остаются холодными, жильцам не стоит сидеть в сложа руки. Если в квартире холодно, в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию, либо ТСЖ. Можно обратиться также в диспетчерские службы администрации районов. Сейчас мы сначала будем на первом этапе фиксировать там, где не подали тепло в дома. А по мере запуска уже будем отслеживать и устранять замечания и по отдельным стоякам. Также направлять свои обращения можно напрямую в районную администрацию или в диспетчерскую службу СГК. Их номера вы сейчас видите на экране. А в некоторых учреждениях тепло по заявкам подают с прошлой недели. Речь о социальных объектах, детских садах, больницах, учреждениях дополнительного образования. По заявкам отопления получили уже около 60 социальных учреждений краевой столицы. В ближайшие дни ночью температура будет немногим выше нуля. В некоторых районах Барнаула жители уже ощущают, что зима совсем близко. Ну а наша съемочная группа сегодня выясняла мнение барнаульцев. Мечтают ли они уже о горячих батареях или считают, что рановато начинать отопительный сезон? Да вовремя. Конечно нужно. Вовремя, пора уже. Замерзли уже? Начинаем подмерзать старые. А как греетесь? Чем спасаетесь? Ну обогреватель. Вообще-то обогреватель так. Ну и окна не так сильно открываем часто. Ну мне хватает нормально. У меня дом теплый, утепленный. А кому не надо? Нет. Ну так это дорого ведь все. Я считаю еще и рановато. Еще тепло. Октябрь хороший обычно. Я считаю нужно. Замерзли? Да не то, что замерзли. Влажность высокая. Пожалуй, еще немного рановато. Почему? Не замерзли? Нет. Достаточно тепло. Ну все зависит будет от погоды, какие будут ночные температуры. Ну а вы пока не замерзли? Нет, у нас тепло. Думаю, надо уже, все замерзли. Как греетесь? Феном. В общежитии только феном. Продолжим. У 70% жителей страны есть дефицит витаминов. Неутешительная, но реальная статистика от врачей. Сейчас в сезон простуд. Как раз самое время витаминизироваться и уберечь себя от болезней в будущем. А ведь дефицит витаминов может приводить к таким диагнозам, как цинга, полинейропатия и не только. Тему продолжит Ирина Корчагина. Мультивитамины до 35 лет можно не пить, потому что организм у нас на гарантии находится лет 30-35. После 40 в любом случае нужно что-то пить. И это при условии, если человек ведет правильный образ жизни. Согласитесь, мало у кого это получается. По статистике у 70% жителей страны есть дефицит витаминов. Восполнить дефицит расы навсегда не получится. Организм постоянно нуждается в микроэлементах. Это у нас витамин Д. Доза по рекомендациям 2 тысячи. Такая рабочая доза 5 тысяч международных единиц в сутки. Но опять же, прежде чем давать витамин Д, я всегда смотрю уровень витамина Д в крови. Дальше омега-3. То есть мы не едим рыбу. Мы находимся в середине материка. Рыба к нам приходит уже замороженная. Далее магний. Всем нужен всегда, потому что магний мы расходуем очень-очень много. Мы живем в стрессе, в хроническом стрессе все бесконечно. Вот эти три базы. Ну, йод еще нам нужен, но тут нужно уже опять же анализ. Чтобы подойти к проблеме комплексно, врачи советуют начинать свой день с поливитаминов, которые содержат целый ряд микроэлементов. Также необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. А вот покупать свое или зарубежное, тут мнения специалистов разделяются. Но любой вариант будет лучше, чем совсем ничего. Когда говорят о том, что поливитамины противопоказаны или они могут нанести какой-то вред, я хочу сказать о том, чтобы они появились в аптеках. Это, конечно, абсолютно точно исследования, которые проводятся, прежде чем они попадают на прилавок. Поэтому любой комплексный поливитаминный препарат – это абсолютно оправданный подход к лечению таких гиповитаминозов. Тем более в сезон простуд. Важно еще то, что дефицит витамина в перспективе может привести к серьезным болезням. Болезнь Бериберия, да, когда тиамина не хватало, всем известная ЦНГ – это нехватка витамина. ЦНГ – таких, скажем, ярких проявлений мы не видим. Но я вам хочу сказать о том, что у пожилых пациентов мы видим нехватку витамина группы В. Это так называемый полинеэропатия по типу перчаток и носок, снижение онемения. Витамины группы В – это хиелиты, так называемые заеды, когда возникают в уголках рта. Это абсолютно точно свидетельствует о нехватке витамина В. В любом случае, говорят врачи, витамины – это не панацея. Важно придерживаться базы. Восьмичасовой сон, сбалансированное питание, физическая нагрузка, хотя бы 10 тысяч шагов в день и никакого стресса, если это возможно. Когда ты используешь себя как гоночный автомобиль, то техосмотр у тебя должен быть как у гоночного, а не как у дедушки, когда он копейку раз в 10 лет перебрал ее и все. То есть от образа жизни тоже зависит. Если мы хотим брать от себя максимум, выполнять максимум, тело должно выдавать максимум, мозг должен выдавать какой-то, тогда мы должны, конечно, что-то делать. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сочи и Абхазия на первом месте. На втором – Турция. Это главное направление отдыха у российских туристов по итогам летнего сезона, несмотря на существенное повышение цен. Традиционно любимым регионом для отдыха сибиряков снова стал Алтай. Эксперты прогнозировали рост числа туристов и в Алтайском крае, и в Республике Алтай на 5% в сравнении с прошлым годом. Какие локации пользовались спросом и что сейчас особенно важно для отдыхающих? В сюжете Анастасии Дороган. Отдых этим летом барномольцы бронировали еще в январе-феврале. Это отличительная особенность года. Туризм в 2024-м потребовал серьезного подхода. Ранее покупка путевки экономила до четверти средств. За год стоимость отдыха в Сочи выросла на 17%. В Санкт-Петербурге на 25%, в Казани на 15%. И все же эти направления пользовались наибольшим спросом. Фаворитом по спросу алтайских туристов является Сочи и Абхазия. Потому что прямой вылет из Барнаула, есть частота полетов, а также были выгодные туристические пакеты, семейные, куда уже входило перелет, проживание, питание, трансфер. Все это увеличило спрос. На втором месте у алтайских туристов оказалась Турция. Все включено выгоднее даже с повышением цен. Также жители края летали в Индию, Китай, Египет, Таиланд, Индонезию, Сингапур. Но значительная доля сибиряков предпочитала отдыхать в своем регионе, на Алтае. В алтайском крае спросом пользовались Белокуриха с ее курортами, Соленое озеро в Яровом и Завьялово. Но Соленое малиновое озеро уже который год в этот список не входит. Плохая транспортная доступность и нет досуга. По этой же причине, говорят специалисты, наши предгорные районы уступают горному Алтаю. Все определяет и транспортная доступность, потому что качество дорог, оно очень важно. И инфраструктура. Люди, которые хотят уединения и отдохнуть на природе, они, конечно, выбирают эти локации. Но те точки, магниты, которые мы презентуем на выставках, которые знамениты не только среди жителей Алтайского края, но и среди жителей всего сибирского региона, к сожалению, они находятся вдоль Чуйского тракта. Еще одна особенность этого сезона – туристы уезжали в глубину горного. В Чулшманскую долину, Марсово поле, где дикая природа, но при этом комфортное проживание. В целом же, по оценке экспертов, в ближайшие годы внимание россиян будет направлено на внутренний туризм. Правда, сейчас спрос на отдых превышает реальные предложения, а требования к сервису сильно ограничивают выбор. Но уже через пять лет ситуация должна измениться, уверены эксперты, в том числе и в соседней республике Алтай. В лесу чувствует себя намного увереннее, чем на городских улицах. Уже почти 20 лет Роман Щелоков из Тюменцевского района занимается лесным хозяйством. Кстати, здесь же, в селе Вылково, мужчина впервые начал выращивать сеянцы сосны обыкновенной. Чем полезна и сложна профессия лесника, а накануне в стране отметили День работников леса, выясняла Мария Костылева. Роман Щелоков – человек легкий на подъем, и это совсем неудивительно. Работа связана с обходом довольно большой территории. Сам мужчина уверен, случайных людей в лесном деле нет. Кстати, о лесе Роман грезил с детства, поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, сомнений не было. Сначала я пошел, мне казалось, ну лес, ну что там сложного, но дальше больше, участие уже начало учиться в техникуме, уже понял, что лес – это целая наука, что не просто так, а что лес надо понимать и знать. Мы сами являемся частью природы. И если мы, как говорится, не будем ее сохранять, приумножать, просто нам потом нечего будет и внукам оставить. Работа в лесничестве – это тяжелый труд. Она занимает много сил и времени, и не каждый выдержит такую нагрузку и ответственность. Вот где у нас пересечение произошло, штурков, вот здесь. Значит, в этом квартале, в 74-м квартале, вот он выделил здесь дын. И уже сюда едем, отправляя пожарный автомобиль, трактор. Охрана и защита леса от очагов возгорания, самовольных порубов и даже от появления вредных насекомых. Но это еще не все. Воспроизводство и приумножение лесного фонда тоже лежит на плечах лесников. Так, в прошлом году в Вырковском лесопитомнике появилась теплица для выращивания сосен. Этот род хвойных выбрали не случайно. Сосна менее прихотливая, чем ель. Еля более прихотливая, у нее есть семян в схожести, как похуже по спастру. У сосны первого класса от 90 до 100%, а у ели от 80 до 100 идет. И она более как тенелюбивая ель, что ей лишнее. Свет тоже может пагубно сказаться. Однако, чтобы каждая партия сеянцев сосны прижилась, нужно приложить немало усилий. На всех этапах роста за маленькими деревьями следят, поддерживают и подлечивают. Вносим их тоже мы не просто так. Мы берем, делаем торфяную выжимку, и эту выжимку замеряем уже показатели такие, как PH почвы и электропроводность почвы, соленость почвы. Так, благодаря Вырковскому лесопитомнику и стараниям тех, кто действительно влюблен в свою профессию, в Тюменцевском, Павловском, Угловском, Новичихинском и Завьяловском районах уже растут новые хвойные. Процесс отлажен и потихоньку набирает неплохие темпы. А это значит, что в следующем году деревьев станет только больше. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. В России выпустят 10-рублевую монету в честь Барнаула. Такое решение принял Совет директоров Банк России. Монета войдет в серию «Город трудовой доблести». Напомним, это звание столица Алтайского края получила в 2021 году указом Владимира Путина. Известно, что монеты с изображением Барнаула поступят в обращение в 1926 году. Тираж – тысяча штук. Помимо Барнаула, такой чести удостоились еще семь городов трудовой доблести. Среди них Красноярск, Магадан, Киров, Пенза, Каменск-Уральский, Коломна и Комсомольск-Намури. 337 велосипедистов из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края приехали в Барнаул, чтобы участвовать в самой масштабной велогонке Сибири. Мероприятие состоялось на базе «Локомотив» в минувшую субботу. С места событий наша съемочная группа. Барнаул традиционно стал местом притяжения для любителей велогонок. Так в краевой столице 14 сентября прошел 11-й ежегодный веломарафон. Участие в нем приняли как новички, так и профи со всей Сибири. За этот сезон проехала, пятый раз сегодня будет. А так просто занимаемся спортивным ориентированием. Рассчитываете на победу? Нет, рассчитываю просто доехать. Мастер-боевой. Рассчитываете на победу? Разумеется. Сейчас пробиваться будем вперед. На самом деле это мой первый такой заезд. Но я здесь ради участия, ради позитивных эмоций. Участники больше 300 велосипедистов в 19 возрастных категориях. Самым маленьким по 7-8 лет и самым старшим 61+. Настроение бодрое. Рассчитываем на лидерство в своей группе. Мы из Новокузнецка приехали. Традиционно по марафонам ездим. С верстников обыгрываем. Сколько лет? 65. В Ленточном бару проложили два маршрута. 11-километровый круг для взрослых гонщиков, для юных. Круг составил порядка двух километров. Кстати, в марафоне участвовало 47 детей. Впечатление хорошее, драться сложное. Подъем один был. А в чем сложность? Много песка. Ты победил или какое-то место занял? Я четвертое место. Первые три круга я ехал шестым, но потом как-то третьим оказался. Сложно было? Нет. А вообще, вот часто ездишь на велосипеде и как решил тут поучаствовать? Два года уже. Детей развлекали аниматоры, можно было поучаствовать в мастер-классах, а барнаульские вокальные и хореографические студии представили концертную программу. Здесь как бы две цели. Первая – это некая такая образовательная цель, чтобы образовывать, в принципе, наш контингент среди велолюбителей, показывать, как правильно экипироваться, какие стоит выбирать велосипеды. А вторая – это непосредственно организовать людям праздник и подарить им вот такую клевую атмосферу, как сегодня. Кстати, веломарафон входит в десятый этап Кубка городов Сибири. А лучшие сто участников – те, кто заняли с первого по пятое места в каждой возрастной категории – получили призы и награды. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Из барнаульского антикафе сбежали еноты. Вероятно, пушистые долго готовили план побега. Накануне один енот пробрался в вентиляцию. Его примеру последовал второй. Работники антикафе очень переживают за судьбу енотов, которых теперь может поджидать опасность. Больше двух дней сотрудникам приходится круглосуточно дежурить на работе, ведь беглецы могут вернуться. Добавим, антикафе, в котором можно отдохнуть и пообщаться с енотами, находятся на проспекте Социалистическом 69. Жители этого дома просят сообщить, если они увидят сбежавших енотов или услышат странные звуки. Телефон вы видите на своих экранах. В Алтайском крае впервые прошли летние соревнования по дрифту на новом треке «Ракета под Палском». Это единственный в России трек, построенный специально под эту дисциплину автоспорта. Посмотреть на дымные и громкие заезды пилотов соседних регионов собралось более полутора тысяч человек. Подробнее о том, чем примечательна новая трасса и почему так важна для всей Сибири, расскажет Данил Кузнецов. В ясный день облака под Павловском делают лишь сибирские дрифтеры, которые съехались в наш край на межрегиональные соревнования под названием «Дрифт лета». Состязания прошли на новом треке «Ракета», который построили буквально за год силами добровольцев и нескольких алтайских пилотов. Ивана Никулина, Артема Рейсбиха и Александра Кудинова. Первый трек ближайший – это в Красноярске тысячи километров, в ту сторону, если в сторону востока. А в сторону запада, если это получается у нас только Урал, за Уралом. То есть вот получается, что на протяжении трех тысяч километров у нас эта трасса единственная, так скажем. Это первый трек в России, построенный дрифтерами для дрифтеров. Обычно пилоты соревнуются на трассах, предназначенных для кольцевых гонок и тайм-атак. Но конфигурации с большими прямыми и резкими поворотами под 90 градусов едва ли подходят под плавное скольжение в паре, чего не скажешь о ракете. Ради новых ощущений организаторы соревнований даже в последний момент переделали календарь этапов. Кузбасское кольцо – это сугубо кольцевой трек именно для кольцевых гонок, а в Новосибирске у нас площадка. И за счет появления этой трассы у нас, получается, в календаре есть полный комплект. То есть за весь сезон наши пилоты могут проехать и наши зрители посмотреть все виды, в принципе, современного дрифта. Сам трек создавался с использованием компьютерного симулятора, поэтому учитывались многие моменты по типу длины и резкости поворотов. Однако основная фишка – это перепады высот. Здесь есть контур-уклоны, не просто ровная дорога, а контур-уклоны, где законы физики как бы не обманешь и нужно с ними работать. Вверх, вниз, вправо, влево, то есть как бы где машина, судьи ставят задачи, грубо говоря, оказаться наверху, собрать тот квадратик, собрать инизу, и ты должен машиной заехать туда. Если поедешь здесь, сможешь выступать где угодно, так утверждают создатели трека. Трассу намеренно сделали сложной, чтобы пилоты использовали все виды техник при прохождении поворотов. Особенно важно здесь уметь ехать в две педали, то есть вовремя поджимать тормоз. Несмотря на сложность конфигурации, она идеально уравнивает возможности пилотов. В нынешних реалиях это такой трасса считается, ну я считаю, что с минимальным порогом входа по мощности. Здесь конкурентом могут ехать машина 300 сил с 500 лошадиными силами. Ты едешь такой на 5-миллионной тачке, и тебе дверь пилит, там машина за 700-миллион рублей, и ты такой, типа, все ли я делаю правильно. Это классно, это бодрит пилотов на мощных машинах, очень бодрит, злит, цепляет. Уже в следующем году создатели трека хотят организовать летнюю и зимнюю дрифт-школы и устроить заезды для картингистов. Тем более, уже сейчас строится теплый бокс для хранения техники. Плюс в 2025-м жители Алтайского края, скорее всего, смогут здесь тренироваться проходить повороты на своих автомобилях. Ведь лучше улететь куда-то на ракете, чем на дорогах в Кюветы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Михаил Филиппов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует.